Ну что, говорит Мигель Мигель Линарес, художник, весьма заслуженный и серьезный Участник многочисленных выставок и лауреат множества премий Как всегда, сначала хотелось посмотреть его работы, но это оказалось проблематично Во-первых, они с Бланкой совсем недавно переехали в свой новый дом И не все разобрано и развешано А во-вторых, картин очень много И акварель, и пастель, и масло, и акрил Он работает разными материалами в совершенно разных техниках И очень быстро Спрашиваю, сколько времени нужно вот для этой работы? Четыре часа, отвечает Мигель Да ладно, только четыре часа? Не, невозможно Эта работа была в галерее в Малаге в сентябре, он отвечает А сюжет этой картины я придумал, это мое воображение И вот это очень сложная работа, потому что бумага сатиновая, мелкозернистая и очень-очень гладкая Показывает слои акварельной работы Интересно, что он начал работать с акварелью относительно недавно, лет 5-6 назад До этого работал с акрилом и маслом А вот эта более старая работа была на акварельной выставке в Малаге А вот эта с выставки в Болгарии У Мигеля нет строгих правил, может использовать и белилы, и черный цвет Важен результат А вот это акварель из Нью-Йорка Там была совместная выставка художников Отправлял три работы И всегда котики Ты любишь кошек? Очень их люблю Наш человек Вот портрет моего младшего сына Написано маслом А вот мой старший сын Мигель показывает пейзаж из Матрита Акрил Он всегда любил писать с натуры, на открытом воздухе Для Мигеля живопись это способ самовыражения Как он сам говорит, это то, что мне нужно, чтобы чувствовать себя живым Материалы Говорит, что у него очень много и разный Потому что работает всем Масло, акварель, акрил, пастель Нам все интересно Ну, вот мои кисти У меня много-много кистей И для масла, и для акрила, и для всего Откуда у тебя столько времени рисовать разными материалами? Отвечает, что все зависит от сюжета и задачи Могу взять акварель, а потом масло или карандаш Все зависит немножко от того, что я буду писать А городские пейзажи очень нравится писать масло А вот это что? Это кисти, которые носят с собой Я работаю с разными видами кистей Вот это кисть российского производства Купил, когда проводил в Москве мастер-классы Купил даже с запасом, потому что считает их очень хорошими Недорогие и качественные И вот эта форма кистей хорошо подходит под его акварельную технику А для акварели у меня вот такие краски Красок немного Говорит, что достаточно несколько цветов И его выбор отличается от того, что выбирает Бланка У нее яркие, радостные У Мигеля приглушенная палитра Немного нужно ему красок Он давно рисует и в конце концов подобрал под себя палитру Выбор цвета зависит от человека? Да, от этого тоже Ну и характер Иногда от выбора темы сюжета Вот сейчас я рисую всеми оттенками серого Мне вот такое нравится сочетание цветов Карандаши выбирает Faber-Castle Polychrome И еще использует перо Но сейчас чаще работать с черной ручкой Гораздо быстрее ей работать И вот эта тоже палитра похожа по цветам Вот его любимая Сейчас он назовет Тебе больше нравится работать в студии или на улице? Нет, мне нравится рисовать на улице Много лет делал этюды на улице Потому что участвовал в конкурсах быстрого рисунка И рисовал работы метр на метр На улице? Да, для галереи Это конкурс был быстрого рисунка Ты всегда был художником? Нет, много сменил профессии Я был плотником, разработчиком, слесарем Нет, не был слесарем Электриком, даже мясником Работал во многих сферах А когда начал рисовать? Когда был еще ребенка Много рисовал в детстве И Мигеля поддержали Кто-то сказал ему, что у него очень хорошо получается рисовать карандашом и красками Позже начал рисовать масло И начинал рисовать очень-очень реалистично Как на фотографии Гиперреализм Потом стал изучать разные техники Масло, акрил, пастель И в конце концов остановился на акварели Она мне сейчас очень нравится Потому что рисовать можно быстро А работа выглядит свежей и легкой А спросил, почему выбираешь такие разные материалы? Я думаю, что каждый художник должен попробовать работать разными материалами И разными техниками Чтобы понять и почувствовать, что тебе больше подходит Какой материал ты лучше чувствуешь? Я вот все попробовал Пастель, акварель, масло У меня есть своя школа в Малаге Я веду по всем техникам Акварель, пастель, масло Все техники, которые знаю В школе учатся те, кто живут в Малаге Да Но на мастер-классы по акварели Его приглашают в другие страны Франция, Мексика, Португалия, Москва, Италия В последнее время он говорит Я к своим картинкам и рисункам подключаю как свое воображение Не пытаюсь изобразить как на фотографии А больше рисую по памяти И вношу дополнительные элементы Какое-то свое отношение или впечатление Начинаю рисовать, что вижу Но потом добавляю что-то еще И мне очень нравится добавлять что-то личное Персонажи, например Вспоминают что-то, когда был ребенка Когда ему тогда что-то нравилось И смотрят на все глазами ребенка А в последнее время в соцсетях у Мигеля больше иллюстраций Такие смешанные картинки истории В принципе он только в 2015 году Как сам говорит Посвятил себя исключительно акварели А до этого работал с разными материалами Говорит, что работал с компанией Дисней В течение шести лет Рисовал комиксы А как ты ищешь темы и сюжеты Обычно я что-то там себе представляю Что-то или на улице происходит С какими-то персонажами Когда рисовал в ботаническом саду Увидел огромное великолепное дерево Вот это, например Вот на этой иллюстрации И вот счастливый садовник Он счастливый, потому что работает здесь Заботится о растениях И вот детали, которые добавил Осень Человек идет с большим мешком В мешке дырка Из которой высыпаются желтые осенние листья И даже такие небольшие картинки Мигель обдумывает и разрабатывает Вот наброски с поиском сюжета и персонажей И композиции Как расположить Вот это набросок из ботанического сада Много раз рисовал иллюстрации Детским книжкам Работал иллюстратором Ему нравится эта работа В конце концов Он сейчас старается рисовать Только то, что ему нравится Что идет от сердца И нравится ему делать Вот такие веселые картинки Я спросила, а ты рисуешь Своих друзей или соседей? Нет, я этого не делаю Мне больше нравится рисовать пейзажи А еще эта тема деликатная Рисовать знакомых Кому-то не понравится? Да Ну и беру я дорого За свои работы Вот, например, такая работа Будет стоить 600 евро В общем, не рисует он Для развлечений смешные Картинки с друзьями Спросила, хорошо ли покупают Картин художников у них в Малаге Нет, картин художников продаются немного Им с Бланкой повезло Потому что они давно Успешно сотрудничают с галереей в Малаге Галерея работает очень давно И сохранилась даже Когда остальные закрылись Кризис У галереи есть свои постоянные клиенты И Мигелию с Бланкой Нравится работать для этих клиентов И еще на выставке Обычно очень хорошо покупают работы Сегодня очень-очень много художников Их с каждым годом становится все больше и больше Когда я начинал 40 лет назад Не было столько художников А сейчас все художники Столько много рисующих людей Много курсов рисования и живописи И поэтому конкуренция становится очень сильная И акварелей сейчас много Очень много людей, которые копируют друг друга Работы похожи Учатся друг у друга И поэтому художников становится все больше и больше Но меньше и меньше оригинальных работ Работы очень похожи Спросила, а может ли Мигель прямо сейчас что-то нарисовать Ладно, говорит, попробую Ну вот и все С приветом из Малаги Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!